Папа, Феррари как раз на машину с конем. Да, сынок, а почему ты спрашиваешь? Я думаю, что сейчас нас обводит Феррари. Феррари. Ну, я на это рада стынуть, и давайте поговорим, собственно, о карьере в кестернии. Значит, хочу представиться. Меня зовут Уверин Михаил, кто его знает. Значит, хочу начать. Вот с этого слайда, не всегда доверяю Википедии, но, тем не менее, мне кажется, очень удачное определение слова «карьера». Значит, что бы я хотел выделить? Слово «осознанное». И второе, что я выделил, это должностной и профессиональный рост. Как вы обратили внимание, я подчеркну слово «ИМИ». У кого-нибудь есть мысли, почему я хочу, чтобы вы обратили внимание на это «ИЛИ». Должность и профессиональный рост. Ну, да, одно как бы противоречит другому немножко. Потому что либо ты развиваешься в направлении руководящим, либо профессионально. Ну, это как бы небольшое влечение. Давайте поговорим по поводу осознанной позиции, по поводу осознанного поведения. Вот скажите, наверняка все из вас стандартным образом принимались на работу, то есть проходили интервью. А кто из вас принимал на работу? Ага, ну, приличное количество народа, половина где-то. Вот из моего опыта приема на работу, далеко не всегда при приеме на работу человеку разлучивает, а что его ждет. Каковы варианты продвижения и есть ли они вообще? Вот кому из вас говорили об этом? Вау, аж третий. А у каких оказалось правдой? Да, кстати, правдой много оказалось. Сильно меньше, я смотрю, да? Сильно меньше. Ну, ладно, значит, собственно, мой посыл следующий. Почему-то не помню. Значит, мне кажется, что в тот момент, когда вы проходите интервью, или вы нанимаете на работу человеку, очень полезно рассказать ему, что его может ждать. Какие варианты развития событий могут быть? Каковы критерии перехода, продвижения, ну, по службе назовем так. Собственно, зачем все эти переходы? Каковы будут изменения при переходе с одной ступени на другую? Очень важная составляющая – это случай, когда человек, собственно, не хочет переходить. Скажем, он начал работать тестировщиком, он хочет, ну, не до пенсии, но достаточно долго работать именно этим тестировщиком. Ему все устраивает. Такое бывает, бывает, и это неплохо, нехорошо, это так. Ну, как мы, наверное, уже знаем из-за публикаций в газетах и прочее, есть люди, которые хотят понижение. Как это не удивительно выглядит, но такое тоже бывает. Бывает, что люди надоелы жить в таком ритме. У меня как бы есть один знакомый, надеюсь, до сих пор здравствует. Он долгое время занимался в оборонке, ну, достаточно передовыми технологиями. И в какой-то момент он просто устал. Он просто устал бегать за самым передовым, за самым крутым. И, в общем, он решил, что он будет работать в той же области, но, скажем так, более простыми вещами занимается. Такое тоже бывает. И не надо думать, что такой человек не может быть вам болезнен. Очень даже может быть болезнен. Собственно, вот я тут написал такой небольшой примерчик того, какие могут предъявляться требования, ну, скажем, к тестировщику. Вот, скажем, вы нанимаете некого человека на должность тестировщика. Попробуйте ему объяснить, а что ему нужно сделать для того, чтобы стать, ну, скажем, старшим тестировщиком. Да, в чем будет изменение? Да, вот я здесь выписал, да, я призываю вас не вдаваться конкретно в написанные подробности, потому что навыки могут быть самые разные. Но если вы посмотрите вот в эту колоночку и в эту, да, то здесь очевидно видно, что есть некие изменения. Да, навык был такой, стал такой. И конкретный навык. Да, то есть здесь четко видно, что должно произойти для того, чтобы человек перешел с одной ступеньки на другую. Да, если есть вопросы, задавайтесь. Теперь давайте поговорим про план развития. Собственно, представьте, что вы взяли этого человека на работу, и он вам сообщил, что он хочет развиваться, скажем, в профессиональной области. Для этого вам, очевидно, нужно поставить ему какие-то цели, нужно рассказать, что человеку конкретно нужно сделать для того, чтобы перейти с одной ступеньки на другую. Как мы уже говорили, нужно написать конкретные навыки, которые ему нужно, что ему нужно выучить, что ему нужно узнать. Теперь очень важная вещь, это сотрудник должен понимать, что его изменения по служебной или карьерной лестнице не зависят от начальника Сападуа. Сотрудник должен понимать, что решение принимается вот по таким-то критериям. То есть, как мы будем выяснять, что человек, скажем, не знал ЮНИКС, но в течение какого-то времени он выучил этот ЮНИКС. Как мы это будем делать? Очевидно, что как-то надо проверить. Да, при этом как бы с сотрудником обсудить этот вопрос. Понятно, что надо, чтобы сотрудник понимал, а что будет, если он этого не сделал. Если, скажем, английский язык, про который мы там в предыдущем слайде говорили, если английский язык он не выучил. Ну и что, все останется по-старому или нет? Это надо обсудить на берегу. Ну, про дальнейшие шаги это очень понятно. Надо, чтобы процесс, дальнейшая процедура продвижения или непродвижения сотрудника была достаточно прозрачным. Значит, здесь я привел вот такой небольшой пример. Значит, вот те умения, которые мы записывали на слайде номер два или три, очевидно, что все сразу выучить нельзя. Надо как-то ранжировать наши знания. Да, что делать в первую очередь, что делать во вторую очередь, какова важность, каковы приоритеты. Когда мы ставим вот эти цели сотруднику, мы должны объявить, что во-первых, ты делаешь это, во-вторых, это, в-третьих, это. Если будем делать все сразу, то получится ничего. Ну, собственно, как и в работе. Мы сначала делаем более важные дела, потом менее важные. Это как бы стандартный тайм-менеджмент. Значит, здесь я привел пример, как мы будем осуществлять проверку сотрудника на выполнение или невыполнение тех целей, которые мы поставили. Значит, как это может происходить? Это может происходить путем опроса других сотрудников, сотрудников других подразделений, с которыми наш сотрудник работает, на предмет, ну, скажем, знания английского. Как можно оценить, знает человек английский или нет? Мы не опускаться же до уровня ЕГЭ, правильно? Значит, очевидно, что надо опросить людей, с которыми вот наш сотрудник общается по-английски, а, собственно, вы как нашли вообще язык или нет? Если мы говорим о каких-то навыках профессиональных, тут, конечно, все гораздо проще. Тут как бы проще проверить. Если мы говорим о коммуникативных навыках, то тут, в общем, надо общаться с людьми, с которыми человек работает. Оценка персонала – это необходимая вещь в оценке сотрудника. Оценка персонала обязана быть прозрачной. Она должна происходить на, скажем так, добровольной основе. То есть обе стороны должны договориться, как за концом прийти к какому-то общему решению. Если вы как руководитель будете говорить, так, тебе оценка за период 3. Почему 3? Почему не 5? Почему не 10? Как мы уже говорили, на основе критериев, которые мы приводили выше, мы принимаем, мы выставляем эту оценку. Это с одной стороны. Со стороны руководителя, со стороны сотрудника. Сотрудника, очевидно, что сотрудник должен согласиться. Вот представьте себе, вы говорите сотруднику, знаешь, парень, ты с английским, пожалуй, не справился. А он ему говорит, ну как ты не справился? Вот же я там выучил вот это, вот это и вот это. Какая разница, что ты выучил? Ведь важно то, можешь договариваться с людьми, с которыми ты работаешь, или нет, на английском языке. Задача-то в этом, правильно? По поводу планов развития. Значит, понятно, что на основе тех целей, которые мы поставили сотруднику для перехода на следующий... Для перехода на следующий уровень, мы должны, собственно, сотруднику ставить цели. Почему я говорил, чтобы вы не смотрели на вот тот эксель, который я показывал, ну, с точки зрения формулировок? Значит, ну, как бы я придумал эти формулировки, да, но на самом деле это же не цель. Цель должна быть применительна к каждому конкретному сотруднику, она должна быть своя, и цель должна быть амбициозной. Цель должна быть, ну, если так можно выразиться, труднодостижимной. Тогда это движение вперед, а не топтание на месте. В принципе, ну, вы понимаете, да, если я ставлю человека, выучите исквили. Ну, Господи, исквили учиться там за неделю. Если не учиться за неделю, значит, ну, извините, наверное, вы вместо них тестировали, там, в разработке какой-нибудь. Вот. То есть это диагноз. Ну, да, ну, что делать. Значит, давайте обсудим вопрос о том, что мы подразумеваем под словом «роз». Значит, для кого-то, как вот Наталья сегодня говорила, для кого-то это рост по служебной лестнице, для кого-то это запись в трудовой книжке, что я не тестировщик, а старший тестировщик, и ведущий. Для кого-то это деньги, для кого-то, не знаю, там, ноутбук, еще чего-нибудь. То есть вы, как руководители, должны четко понимать, что человеку нужно, и в какую сторону он будет двигаться. Если человеку важны какие-то еще другие бонусы, то извольте это предусмотреть. Еще по поводу оценки персонала, в конце, после того, как вы договорились о какой-то оценке, должны быть обязательно сформулированы цели на следующий период. В каких-то компаниях оценку персонала проводят раз в полгода, в каких-то раз в год, но тем не менее, вы должны сформулировать цели на следующий период обязательно, по тем же самым критериям. Должна быть амбициозная цель, труднодостижимая, чтобы человек двигался вперед. Ну, опять же, я специально брал одни и те же формулировки, с тем, чтобы мы видели, как требования к конкретной специальности трансформируются в цели. Давайте не будем зацепливаться на этом эсквере или английском, но цель, она должна быть достаточно конкретной. То есть, к какому-то, такому-то числу сделать то-то, то-то. То есть, совершенно четкая, однозначная формулировка и срок выполнения. Естественно, что срок может быть и раньше, то обязательно привязывать к оценке персонала. Ну, как руководители, примите, пожалуйста, решение по этой формулировке. Ну, очень важная вещь, я бы сказал, наверное, основная. Это неофициальная оценка. То есть, все классно, мы, конечно, проводим оценку персонала, которую от нас требуют, не требуют, но если вы это не делаете, как руководитель каждый день, то ничего у вас не получится в этом упражнении. Почему? Человек не должен получать обратную связь на себе раз в полгода. Представляете, человек работал, работал, работал. Все вроде классно, все здорово. Вдруг через полгода мы собираемся, и тут человек вам являет. Знаешь, очень-очень плохо работал. Ну, человек, естественно, попрягается, мягко говоря. А почему-то раньше не сказал. А почему надо было столько времени разбазаривать. А сколько я ущерба нанялась, да? Ну, можно долго продолжать рассуждать на эту тему, но коротко и ясно, значит, оценка персонала на уровне «давай поговорим» должна быть, ну, если не каждый день, скажем, достаточно много, может быть, сотрудников, то, ну, как можно чаще. То есть, вы, как руководители, должны, не знаю, завтракать, обедать с сотрудниками, выходить на какие-то там шашлыки, в бар, не знаю, в цирк, если вы ходите в цирк. Ну, в общем, что-то делать такое в результате чего вы сможете разговаривать с сотрудниками и давать в эту обратную связь. Причем обратная связь, она должна быть, она должна быть на уровне равных людей, а не, как я уже говорил, на уровне «я начальник, я все знаю, я лучше». Все должно происходить по обоюдному согласию. Чем хотел завершить, значит, на сегодняшний день понятно, что, ну, давайте не будем прикрываться, мы все прекрасно знаем, какие сегодня зарплаты у всех, да, и вообще, если речь зашла о зарплате, если зарплата – это единственное, чем вы можете привлечь,